Девушки отдыхают В таких странах он считается культовым, но в Америке таковым его не признают. Я говорю о достучаться до небес. Абдул, ты всё понял? Понял, босс, всё, если ясно. Ладно. Короче, Хэнк, мы сейчас кинем одетку. Если речку, я поведу. Абдул, Хэнк поведёт тачку первым. Итак, по порядку. За постановку «Достучаться до небес» в 1997 году взялся мало кому известный немецкий режиссёр Томас Ян. До этого в его копилке было только несколько телесериалов в Германии. На главные роли пригласили актёров категории «Б» – телешвайгера Яна Йозефа Лиферса. Они также широкой публике известны не были. Но тем удивительнее результат их совместной работы. В своё время фильм получил четыре награды. Одна из которых – это приз Московского кинофестиваля. Также лента получила высшую немецкую награду «Дойчерфильмпрайз», а также приз Эрнеста Любича. В конце 90-х фильм стал настолько популярен, что в Германии его смотрели под Новый год так же регулярно, как «Иронию судьбы» в России. Правда, вряд ли немцы крутили это кино по праздникам. Мы могли бы… могли бы вырезать, что это значит. Это значит, что у тебя опухоль. И очень большая. Она давит на мозг, а это не к добру, сынок. Слишком поздно. По сюжету главные герои – пациенты городской больницы. Мартин и Руди – два совершенно не похожих друг на друга человека. Мне кажется, в различиях и кроется вся химия этих персонажей. Взаимоотношения и диалоги создают бурю эмоций. Они оба смертельно больные, каждому поставили диагноз «рак». Им осталось жить всего семь дней. Узнав друг друга получше, они решают перед уходом на тот свет познать этот. Тем более Руди ни разу в жизни не был на пляже, не смотрел на море. Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Братья, по несчастью, решают бежать из заключения в одних пижамах и крадут дорогое авто. На пути к заветной мечте друзья сталкиваются с различными людьми и испытывают себя, дабы достучаться до небес и понять цену жизни и обрести ее суть. Знаете, что я считаю? Что смерть – очень неприятная форма бытия. Название фильма в оригинале от одной из композиций Боба Дилана. Она же стала главной темой проекта и звучит во время ключевых моментов картины. Сентиментальный, безумно смешной, одновременно грустный фильм «Достучаться до небес» – это нестандартное кино. Не боевик с кучей взрывов и погонь, не комедия. Уж очень печальную тему раскрывает картина. Да и драмой в привычном понимании его назвать нельзя. В ленте юмора предостаточно. Коробка-автомат. Передвини рычаг. Зинаю. В положении «Д». Зинаю. И говорят, не застрелю башку, а прострелю. А то застрелю башку. Зинаю. Проектов, посвященных неизлечимо больным, их выживанию среди здоровых людей предостаточно. Это и «Филадельфия» с Томом Хэнксом, и «Человек-дождя» с Дастином Хоффманом, и многие другие. Но именно авторы «Достучаться до небес», на мой взгляд, смогли в легкой и развлекательной форме, не опускаясь до цинизма, поднять тему жизни и смерти. Она красной линией проходит через весь фильм, при этом ненавязчиво проникает в душу зрителя. Многие критики отметили, что вне голливудских павильонов создателям удалось избежать традиционных на тот момент штампов. При этом добиться статуса культового во всем мире удостучаться до небес не получилось. В Штатах критики холодно приняли картину, не поняв режиссерской и сценарной задумки. Оттого и карьеры звезд ленты не пошли в гору. Постановщик Томас Яна, а также актер Ян Йозеф Лиферс, после продолжили работать на немецком ТВ в сериалах. Единственный актер из главной тройки, который чего-то добился Тиль Швайгер. Но и он не взлетел выше звезд. Играет на вторых ролях в голливудских фильмах. На мой взгляд, он достоин большего. А что думаете вы? Делитесь мнением под роликом рубрики о кино в социальных сетях, а также на сайте медиахолдинг Западная Сибирь. И не забывайте, фильмам важно правильное настроение. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Эй! Ой, на сегодня все.